Мистера Выживальщика 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 Кстати, есть сахар. Так, есть морковный, есть овощной. Я думаю, что давайте попробуем приготовить овощной. На самом деле, времени тратить много на это не хочется. Почему-то он как-то в этот раз не выспался. Я не очень понял, в чем проблема. Это не очень хорошо. Давайте его съедим. Отлично восполняет он эту шкалу. Мне нравится. Сюда кладем воду. Вот эту я могу наконец-то собрать? Отлично. Это я могу собрать. По воде, как мы поняли, нам тоже нужно подготовиться, и мы это сделаем. Давайте сразу же зайдем в наш бункер, потому что в комментариях мне было сказано, что немножечко неправильно я поступил с лампочками. И лампочками сейчас с вами переставим. Давай, дружище, шустро, шустро бежим сюда. Я тебя очень прошу. Отлично. Забираем лампочки и опускаем их пониже. То есть мы должны сделать следующее. Где у нас лампочка? Вот она у нас тут. Могу повесить прямо вот сюда, например. Давайте так и сделаем. Раз. Берем вот эту лампочку. Отлично. Вешаем ее, ну, например, куда-нибудь вот сюда. И вообще у меня есть идея взять вот эту вот лампочку, которая, в принципе, здесь мне не особо нужна. Мне не надо вот это подсвечивать. Мне бы сейчас лучше, чтобы было много света у меня на ферме. Идея, мне кажется, неплохая. Давайте подойдем сюда. Давайте ее возьмем. Отлично. И тоже вот сюда куда-нибудь приделаем. Меня очень беспокоит то, что он хочет спать. Я не очень понимаю, с чем это связано. Вроде как бы все должно быть нормально. Но давайте вздремнем попробуем, да? Почему бы и нет? Вообще странная история. Вроде только проснулись, а спать хочется. Наверное, я слишком поздно лег спать. И это, собственно, является основной проблемой в данной ситуации. Сейчас я хотел бы пойти вот сюда и посмотреть, что мы вообще теперь можем. Дженни, например, что ты хочешь? Ты хочешь овощи? Ты можешь покупать вот эту вот историю. Это хорошо. Охотница. Ты у нас покупаешь шкуры, например, за 5 баксов. Ты хочешь у нас книгу. Кстати, сейчас я больше не могу ему продавать варенье. Я тоже хотел этот вопрос проверить. Но вот теперь мы поняли, что нет такой возможности. Можем делать мебель, ее продавать. Здесь можем что-то купить. То есть варенье, в принципе, делать пока смысла нету. Давайте, наверное, направимся сейчас за бейсбольной битой. Я сюда ее положил или куда-то в другое место. По-моему, вот сюда. Давайте вот здесь ее заберем и пойдем в шахту. Потому что мне кажется, что в этой шахте нам эта бита может пригодиться. Ну вот мы и здесь. Я не вижу ничего, что мы могли бы с вами потрогать и нажать. Поэтому пойдем просто тупо сюда. Значит, у нас здесь что-то имеется. Не могу ни с чем взаимодействовать. Есть какой-то дядя. Так, ну, дядь, давай посмотрим, что с тобой не так. Но вообще здесь есть спуск, да? Я вижу, там что-то такое тоже присутствует. Черт, все без толку. Минуту. Кто здесь? Прошу прощения, но это запретная зона. Так. Простите, я пришел с миром, но кто наложил запрет? Агентство? Я не видел их вывесок. Нет, не агентство. А, постойте, вы выглядите не так, как другие горожане. Вы не витаете в облаках и можете связно говорить. Кто вы такой? Меня называют выживальщиком. Я строитель-любитель, скажем так. Я знаю, что это шахта и хотел бы попасть внутрь. Я помогаю местной травнице. Пришел сюда собрать кое-какие ингредиенты. Понял. Строитель, говоришь. Меня зовут Боб. И вот мое предложение. Поучаствуешь в дельце, которая пойдет на пользу нам обоим, и я тебя впущу. Этот лифт спускает на нижний уровень шахты. Звучит здорово, да? Вот только эта рухлядь снова сломалась. Почини лифт, и я впущу тебя в шахту. Лифт, значит. Посмотрим, что я могу сделать. И надеюсь, что ты тот самый дружелюбный странник, о котором мне рассказывали. О, естественно. Если мы сработаемся, я стану чертовски дружелюбен. Давайте осмотрим лифт. Нам именно это и предлагают сделать. И поймем, что здесь необходимо для того, чтобы его починить. Так, починить. Например. Нам нужно 10 единиц металла. Задача достаточно понятная, поэтому мне кажется, нам сейчас нужно будет вернуться обязательно домой и попробовать что-нибудь купить. Я не очень понимаю, почему уровень живучести падает, и мне это, если честно, не нравится. Давайте сейчас закупаться. Блин, денег-то не очень много. Ну давайте земельки какой-то продадим, да? Ты что? Ты земля? Или что ты? Так, вот это металл, это стекло. А, это древесина. Блин, древесиной торговать, ну такое. Ну давай, ладно, я продам. Мне нужны бабки сейчас в любом случае. Мне нужно много металла. И вот я на все деньги, собственно, торгую. К сожалению, это так. Пока что мы ожидаем, я думаю немножечко еще вздремнуть. Здравствуйте, соседушка, как ваши дела? А кто со мной разговаривает? А, там какая-то женщина. Ну окей, пускай она разговаривает, меня сейчас это не очень интересует, мне сейчас хочется поспать. Агент пришел, черт возьми. Так, нам нужно срочно бежать. Нам нужно срочно бежать, и мне нужно срочно скинуть гребаную вот эту штуку. Давай быстрее, дружище. Мне нужно ее скинуть. Я не думаю, что бита в моих руках его как-то порадует, да? Давай посмотрим. Нет, подожди, мы должны нажать вот сюда. Вот это вот сюда обязательно. После чего все нахрен закрываем, смотрим в ящик, и закидываем сюда бейсбольную биту. Хотя, может быть, просто можно было убрать из рук. Так, теперь мы торопимся сюда, и вот эту штукенцию накрываем. Накрыть срочно. Накрыть, отлично. Ну и дверь агенту давайте откроем. Теперь посмотрим, что будет происходить. Я думаю, что все будет хорошо. Агент заходит, и он начинает осматриваться. Я предлагаю время немножко покрутить. А, я двигаться даже не могу, когда агент осматривает. Так, я смотрел ваши вещи в комнате. Так, пошел сюда. Здесь стандартная процедура говорит. Ничего не увидел, нам что-то доставили. Ну и что ты скажешь на это, дружище? Вот у нас есть какой-то отчет. Недостающие обязательные предметы нет, подозрительные предметы нет, уровень подозрительности нормальный. Следующий визит 15.01.14. Слушайте, ну это замечательно. Я рад, что получилось все именно так. Сейчас нас интересует с вами вот этот металл, который мы забираем. И у нас какое-то количество металла вроде было. Так, я не могу туда попасть, потому что ты должен вот это вот открыть для начала. Давай пошустрее. И пойдем посмотрим, что у нас имеется в запасах. Я не знаю, с чего начать. Мне кажется, что начать нужно все-таки с того, что мы с вами посмотрим именно на шахту. Потому что все-таки выполнение заданий нам дает приколюхи. Игрыбанный низкий уровень живучести. Слушайте, а металла-то у нас совсем нет. Вот в чем проблема. И это меня немножечко расстраивает. Хорошо, давайте тогда разберем вот этот вот металл. Это будет 3, а нам нужно с вами 10. Слушайте, я, кстати, совсем забыл, что надо поливать же, да, растения, наверное. А у меня, ну-ка, что у меня в кармане? Сейчас посмотрим, что у меня в кармане. Вот это возьмем. 5 как раз нам надо. Давайте польем. Жалко, что здесь нельзя задачи раздавать через shift, например, да, делать очередность задач, цепочку. Это было бы намного удобнее. Но вот за лампочки огромное спасибо. Я вижу, что есть какой-то результат. Я думаю, что и лампочки будут в итоге получше, да, как-то потом. Не знаю на самом деле, но сейчас в любом случае нам надо полить. Вроде наша выжимаемость немножечко поднялась. Не сильно, но все же. Слушайте, что делать с деньгами? Давайте еще раз посмотрим, что мы можем продавать. Понятно, мы можем продавать землю, да. Кстати, землю. Ну-ка подожди, давай-ка еще раз спустимся. Да гребаный верстак, иди ты нахрен. Давайте сюда спустимся и посмотрим, что у нас по земле. А где у меня вся земля? Вот она, да. Разделить. Давайте десяток положим. Подожди, нет. Разделить еще раз. И ок, отлично. Вот это забираем. Но я не знаю, мне нужна вообще земля? Я могу выкупать бункер, если что, на крайняк, да? Давайте мы продадим ее все. У нас очень много дерева, 24. Ну-ка погоди, может я что-нибудь торгану? Мне непонятно. Надо посмотреть вообще здесь, с кем еще, чем я могу торговать. Потому что что-то пока что все очень грустно. Так, здесь стулья, книги и столы. Здесь ничего. Здесь книга. Здесь, например, шкура за 5 долларов. Здесь, например, вот это вот дичь и всякие овощи. Но овощи продавать я смысла не вижу. Потому что, как вы понимаете, это будет не выгодно нам в данной ситуации. Потому что нужно что-то есть. Так, почву. Давайте продадим десяток. Отлично. Давайте продадим какое-то количество древесины. 5 единиц только можно продать. Это печально. Металл, конечно же, не продаем. Ну и забираем то, что можем. Это еще 3 единицы. Блин, этого, к сожалению, не хватает. Наверное, я сейчас продам удобрения травницы. Потому что мне они, в принципе, не нужны. И они просто лежат без дела. Ну, короче, надо ждать. Мне уже спать хочется. Я пойду сейчас что-нибудь перекушу. Так, давай воду соберем. А то скоро у нас будут проблемы с водой. Хорошо, что мы разобрались с этим дядькой. И у нас не возникло никаких проблем. Вода нам обязательно нужна. Значит, что у нас в холодильнике есть? У нас есть ягоды. Ну, давайте поедим ягод. Потому что это самая такая простая история. Если что, за ягодами сходить всегда можно. И никаких проблем не возникнет. В общем, я предлагаю ложиться спать. Потому что что-то у меня проблемы с выживаемостью. А мне это не нравится. Поэтому сегодня ляжем спать пораньше. Завтра с утра просыпаемся. И собираем все, что прислали. Вот теперь нормально выспался. Так, ну что мы можем сделать? Мы можем сюда посмотреть. Надо запомнить количество овощей. Да, потому что мы не понимаем. Блин, а я не собрал. Вот оно что. Вот он ответ. Вот он ответ. Надо собрать. Черт возьми. Я тогда, походу, это упустил. Я не нажал эту кнопку. Вот мы собираем. И все становится хорошо. Теперь понятно. Слушайте, пять морковок. Так морковками тоже можно так торговать, да, получается? Мне выгодно делать... Покупать семена. Давайте сейчас посадим сюда обратно. То, что ты принес, это классно, дружище. Немножечко придется подождать. Но семян у меня с собой нету. Я вас услышал. Короче, у меня морковки и семена закончились. И это не очень хорошо. Но, блин, что делать? Без вариантов. Давайте тогда сажать то, что можем. Сейчас посадим тогда с вами что? У меня есть капуста. Я думаю, что нормальная тема. Вот я даю, а. Это я, получается, тот урожай не собрал. Вот это красиво. Вот это красиво. Ну ладно. Хорошо. Такое бывает. Я просто не знал. Я не понял, что пора. И он, походу, испортился. Это у нас что-то там. Я не понял. А, это нужен парник. Вот оно что. Не подходит для этого. Нужна что-то еще там, да? Слушайте, а прикольно. Выходит, что я ничего пока посадить не могу. Ладно, время терять нельзя. Давайте сейчас попробуем с вами тогда, соответственно, скинуть все барахло. Что у меня здесь? Здесь у меня в холодильник. Здесь у меня ничего. Здесь у меня куча всего. Это тоже не очень хорошо. Нужно раскладывать по ящикам. Слушайте, а у меня есть 10 металла-то вообще. Вот оно что. Так мне не надо даже ничего было покупать. Ну хорошо, я купил все равно. Пойдем в холодильник убирать. Забирать и сваливать. Нахрен отсюда. Мне надо в шахту побыстрее, пока еще времени немного. Мне надо поесть. Вот что мне надо. Так, смотрим. У меня есть морковь. Давай возьмем воды. Одна единица воды вообще нужна была. Есть свекольный суп, есть морковный. Ну давайте. Так, что у нас здесь? 10, 11. Что бы это ни значило, давайте морковный сделаем. Морковки очень много. Я не вижу смысла ее как бы копить. Надо ее есть. Так, сюда кладем, соответственно, морковь, свеклу. Вода у нас пойдет вот сюда. Блин, очень неудобное взаимодействие. Либо я просто не привык со всем этим барахлом. Так, и едим, да? Получается, что так. Да, мы восполнили всю эту историю. Я думаю, что забрать можно даже будет потом. Слушайте, не, погодите-ка, знаете что? Давайте-ка биту возьмем, потому что боюсь, что она может пригодиться. Так, чиним, получается, да? Чиним и смотрим, что будет происходить. А я так понял, что это первый уровень, да? А нет, слушайте, вот как раз шахта здесь и начинается. 10 единиц металла. Дружище, имеется. Давай нажимаем, починить. Ну какое-то время, судя по всему, это занимает, но не очень большое. Надеюсь, что сейчас что-то изменится. Сколько нужно будет грибов? Кстати, там он летучие мыши, я вижу внизу. Они там барахтаются. Нужно с этим будет тоже разобраться. Давай сразу с господином поговорим, потому что я думаю, что тема нормальная. Итак, штуковина невероятно древняя, но мне все-таки удалось ее починить. О, просто супер. А теперь прошу меня простить. У меня очень срочные дела в шахте. Замечательно. И что появилось? Я не очень понимаю. Вот этот домик, да, судя по всему. Это замечательно. Можем ли мы проходить вот сюда? Вообще можем, но здесь ничего нету. Собрать я ничего не могу, поэтому предлагаю отправиться срочно вниз. Давайте опускаемся и смотрим, что здесь. Но здесь явно что-то камень, да? Это нам надо. Давайте дадим по щам летучей мыши. Мы ее убиваем. Так, камень можно взять. Да, просто берем его и все. Кстати, за счет камня в печке мы прочитали, что можно делать стекло. И для чего-то еще там камень нам нужен был. Вот здесь я вижу какой-то ящик. В эту сторону пройти пока не получается. А глубокая эта шахта? Слушайте, ну я вниз посмотреть не могу. Наверное, глубокая. Пойдем сюда. Пойдем сюда. Сейчас немножечко будем ускоряться. Опачки. Топливо. Куча топлива. Граната. И золото. Интересно. Интересно и непонятно на самом деле. Но я бы на самом деле отсюда даже не уезжал сейчас. Поэтому мы с вами сейчас направляемся сюда и едем еще вниз. Потому что я не вижу себе смысла отказывать в таком удовольствии. Даем по щам летучие мыши. Конечно, какое-то нужно, наверное, более совершенное оружие. Я не знаю, сколько камней я смогу с тобой носить. А, все. Уже ничего не могу, да? Слишком тяжело. Есть ли тут какие-то ящики? Но здесь что-то крутится интересненькое. Давайте хотя бы туда поднимемся. Потому что, как вы понимаете, это нам надо. Это что нахрен такое? Это какая-то гребаная крыса-зомби. Я не знаю, почему у нее горят глаза красным цветом. Но я так понимаю, что она не последняя. И это, по примеру, волка. Мы сейчас будем раздавать в щи вот этой всей честной кампании. И вроде как эта битва закончилась. Ну хорошо. А что вот это-то такое? Я надеюсь, что это книга. Давайте посмотрим. Пропуск с шафту взять. Конечно же, берем. И у нас теперь он есть. Это замечательно. Ну-ка, что написано? Подожди, еще раз почитаем. На уровень минус один. Вот оно что. Но слушайте, у меня как бы полные карманы. Здесь есть летучие мыши. Здесь непонятно, что есть. Вот это надо закрыть. Здесь я ничего не вижу. Здесь просто какой-то вход. И, короче, куча камня. В принципе, мне так получается, надо уходить обратно. А я что-нибудь с мышек залутал? Нет, с мышей я ничего не получил, к сожалению. Но, тем не менее, у нас есть какое-то топливо. И я предлагаю тогда отправляться вверх и отнести это все домой. Давай отсюда заберем еще всю эту историю. Потому что, почему бы и нет. Ну вот бабосики, во-первых, а во-вторых металл. Я бы, на самом деле, металла бы еще заказал, да? Потому что... А сколько у меня? 8 денег. Блин, 2 металла и все бабки получаются. Неприятно. Неприятно. Не знаю пока их как фармить. Но вот можно, например, делать лампочку за 4, да? А, это купить можно. А продать лампочку нельзя. Понял вас, понял. Но мне это как бы не очень надо. Но вообще, чтобы не покупать стекло, просто покупаешь лампочку, если она тебе нужна. Хорошо, 2 металла еще берем. Нам нужно сделать проход в лес. Сейчас, нам сейчас вообще нужно сделать таким образом, чтобы у нас был проход везде. Как вы понимаете. Давайте тогда сюда пока складывать. Слушайте, надеюсь, что ящики какие-то более вместительные появятся. Потому что сейчас не очень понимаю. Мне надо еще верстак улучшать. Вот в чем проблема. И нужно это в ближайшее время делать. Подожди, а где все? Вот камень у нас. Хотя, наверное, камень надо перерабатывать. Металл надо перерабатывать. Топливо надо скидывать куда-то там. Проход шахту я не знаю, нужен ли мне он сейчас. Давайте попробуем разобрать камень для начала, да? Разберем 2 штуки. А, я могу только по одной, что ли, разбирать? Ну, получается, что так. Говорят, что у меня выносливость не очень хорошая. Ну, не выносливость, точнее, а выживаемость. Но мы сейчас подремлем. Сейчас я хочу разобрать вот эту всю историю. Нам нужно 10 металла, получается, на лес. И 10 металла, получается, нам нужно еще на верстак. Правильно же я помню? Создать верстак. 15, да, металла. 15 металла и 15 древесины. И плюс еще камень, который мы с вами уже добыли. Ну, металла достаточно много. Ладно, мне сейчас нужно обязательно лечь спать. Давайте ресурсы скидывать. Здесь у нас будет все вот это храниться. 4 металла есть, 10 камней имеется. Уже хоть что-то забирать, наверное, пока не буду. Пойду подремлю немножечко и продолжим наше путешествие. Мне надо полить растения, черт их возьми. Сейчас польем, погоди. Может быть, тогда я не полил или я не знаю, что произошло. Ну, в общем, вот это я забираю. Кстати, насчет топлива. А я могу сюда поместить топливо, да? Вот она бочка. И, в принципе, наверное, я могу его просто залить. И у меня будет в бочке это дело все находиться. Мне кажется, что это логично было предположить. Да, вот таким вот образом. Замечательно. Все, отлично. Что я теперь здесь вижу? Ну-ка, смотрим. Да, здесь есть теперь какое-то топливо. Мне, в принципе, понятно. Пойду поливать растения. Блин, мне бы что-нибудь пожрать. Я не знаю, за ягодами ходить или просто есть их. Нет, ну есть их точно стоит. Я не думаю, что стоит стесняться это делать. Потому что ягоды, история достаточно халявная. Так, мне нужно сюда положить вот это. А здесь не готова ли вода? Вот, вода готова. Слушайте, а у меня, по-моему, на следующий день засуха, так сказать. Поэтому по воде я подготовился основательно. Ну, что получается? Получается, что этот день надо завершать, ложиться пораньше, просыпаться пораньше и отправляться, например, дальше собирать ресурсы. Пока непонятно. Мне нужно что-то как-то продавать. Ну-ка, погоди, на паузе еще раз посмотрим. Значит, сюда мы можем продать сахар за 8. Это бессмысленно. Это у нас что такое? Маринованная кукуруза, вода, соль и стекло. Это у нас паштет. Слушайте, маринованная кукуруза стоит нормальных бабок, я вам скажу. Есть омлет. Ну, понятно, у меня пока нет ничего подобного. Так, а что за дядька появился? Я не понял. Вот этот, да, гурман. А, ну это мы его и смотрим, кстати. Смотрите, я покупаю у него соль, и что я могу с ней сделать? Сушеное мясо. Сушеное мясо, высушеная пища, хранится намного дольше. Стоит двадцатку. Где сушить мясо, пока не знаю. Можно купить яйцо, да, например, за 7. Сделать омлет, но тут еще мука, томаты, блин, у меня этого ничего нету. Смотрите, можно продать старую макулатуру, да, например. Старые газеты. И за 6 баксов почему бы нет? Нет, здесь, ну понятно, здесь только ресурсы, в принципе, камень. Ну, камнем торговать, но камень тоже не бесконечный, я так думаю. Ну, короче, как-то так, ребятки, не знаю. Не знаю, короче, что делать, как зарабатывать бабла, непонятно. Но вот 60 я бы хотел, если честно. Ну, вот ягодами можно приторговывать ходить. Можно все-таки торговать морковью, да? Сколько еще раз морковь стоит? А здесь нету моркови, что ли? Почему-то? Нет, одну единицу. Ну, это фигня все. Это все фигня. Короче, в любом случае, сейчас нужно, мне кажется, ложиться спать и просыпаться и идти снова в шахту. Воду отключили. Ну, мы, в принципе, были готовы к этому. Знаете, что я понял? Что если нажать кнопку Q, а это именно означает кнопку, а не мышку, то у тебя убирается бита, и, наверное, можно не ходить постоянно и никуда не скидывать. Хорошо, давайте начнем с того, что сейчас я попробую продать макулатуру, да? Я так понимаю, что можно... А, нет, просто палить. Продать макулатуру за 5 баксов хотя бы, за 5 местных монет. Вот эта вот макулатура. Так, ты тебя сюда перекидываем. Я не знаю, вот это мне надо, письма. Я могу их продать? Может, посмотреть? Может, они мне не нужны? Что мне их хранить? Отчет агента тоже явно макулатура. По семенам не очень хорошо. У меня, кстати, здесь какие-то монетки лежат. А почему? Я сюда все бабки скинул, да, что ли? Нет, монетки давай у меня будут, а то я так сейчас купить ничего не смогу. Можно, в принципе, лампочку попробовать продать. Но вроде ее никто не собирался у меня покупать особо, поэтому... Ну, как-то так. А здесь у нас ничего такого, да? Здесь камень, бла-бла-бла. Шкура-волка. Шкура-волка. Продавать ли ее за пять монет? Ну, я думаю, что как вариант. Почему бы и нет? Давайте тоже на этом попробуем бабла заработать. Кстати, вот это надо разбирать, да? Давайте разберем тогда. Так, мы выбираем две единицы. А вот это что делается с этим? Ничего не делается, просто это так и есть. Я разобрать это не могу. Хорошо. Идем тестируем. Не, погоди, давай сначала скинем. У нас здесь металл? Нет, у нас не здесь металл, но мы скинем его сюда в том числе пока что. Потом я там порядок наведу. И мы смотрим, значит, кто это был. Если бы я помнил еще, это была не ты. Это был не ты точнее, это был не ты. Так, а кто хотел купить у меня макулатуру? Или мне показалось? Ну, вроде не должно было показаться. Вот это точно хочет купить у меня вот эту историю. Слушайте, а теперь я макулатуру не вижу. А в чем проблема? Не знаю, какая-то дичь, короче. Не понял, что произошло. Сколько у меня и того металла? Давайте разбираться. Я тут перекладывал все неправильно. Два металла здесь, но мне надо все ресурсы для крафта здесь хранить. Это правильное решение в любом случае. А мне надо 15 гребаного металла. Здесь у меня камень. И здесь 4 металла. Золото, перья и всякая дичь. Ой, непонятно. Надо как-то бабло заработать, надо как-то бабло заработать. И надо как-то добыть металла, потому что без металла я не вывожу. Так, что у меня еще есть по карманам? Вот это гранаты. Я не знаю, оглушает врагов, ее можно разобрать и получить рецепт. Кстати, тоже как вариант. Ладно, граната, я думаю, мне пока не нужна. Я вроде бейсбольной битой неплохо справляюсь. Сейчас я буду кушать и отправляться дальше путешествовать. Пока буду питаться морковным супом, потому что у меня нормально морковки. Ну, семена опять же надо покупать, да? Непонятно, что делать, как выжить. Питаться как бы одними ягодами, ну, наверное, тоже не совсем вариант как бы. Но другого я просто не представляю, что можно сейчас делать. Короче, в любом случае, я сейчас не буду забирать почту. Я отправлюсь в шахту. Попробуем там что-то еще собрать. Может быть, потом продать хоть какой-то камень. Я не очень представляю. Куда лучше пойти-то? Блин, а я пропуск в шахту не взял, да? Здесь очень много камня. Ну, наверное, вниз я сейчас вот так вот опущусь. И летучие мыши обновились. Но это как бы меня не сильно расстраивает. А вот этот камень я не забрал. Ну, все правильно. Давайте тогда дубасить. Ой, подожди, подожди. Давай-давай-давай. Бейсбольной битой. Я не нажал ее. Вот это берем. Вот это берем. И вот это, конечно же, тоже берем. А что получается у меня по весу? 60. Ну, еще вниз можно спуститься, да? Я так понимаю. А вот, наверное, чтобы спуститься еще вниз, мне понадобится как раз что-то там. Непонятное, типа, пропуска. Зачем вот этот вот проход? Что я здесь могу увидеть? Я не понимаю. Нужно ли мне вообще сюда идти? Но я ни с чем взаимодействовать, по крайней мере, не могу. Давайте опустимся еще ниже. И заберем тогда хоть какой-то камень. Потому что какие еще варианты? Здесь тоже нихрена нету толком. Я так понимаю, что все. Нет, еще есть двадцаточка. Ну-ка, давай посмотрим, влезает. И ровно сотка, да? Да, ровно сотка весь камень я собрал. Ну-ка, а если я теперь нажму? Нет, не нажму. Непонятно. Непонятно, зачем мне пропуск, как его использовать. Но будем разбираться, пытаться попозже. Сейчас я погнал домой. Короче, вот он, пропуск на этом вот пульте. Я разобрался. Замечательно. Надо было его брать. Но хотя смысла, у меня все равно места нету сейчас. Давай, дружище, беги домой. Мы камень сливаем с тобой. Пока разбирать, наверное. Хотя, в принципе, камень. Так, вот это нам бы забрать. Но я не возьму, да? Сейчас у меня все переполнено. Хотя нет, взял. Это денежка, она ничего не весит. Но относим тогда сюда. Пытаемся разобрать все это барахло. Блин, почему нельзя сразу разобрать, да? Это не очень удобно. Низкий уровень живучести мне подсказывает. Но сейчас разберемся с этим. Подождите, не делайте голову. Давайте мы скинем сюда камень. Я просто немножко разобрал. Остальное оставлю, но потом. Потому что не вижу смысла сейчас в таком количестве. Но вот единственное, что можно продать, конечно, сколько-то. По единице хотя бы. Так, это 6 металла. Мне надо 15 здесь, да? И еще какие-то грибы. Мне надо опять что-то есть. Мне надо что-то есть. И меня немножечко расстраивает этот вопрос. Потому что еда заканчивается. Придется готовить опять суп. Я, короче, вот что подумал. Я сейчас ягод поем, да? Давай, открывай, открывай. Я сейчас поем ягод. А после чего мы с вами, наверное, пойдем вздремнем. Ягоды, потому что мы собрать сможем. Мясо, кстати, я не понял. Могу же я его тоже приготовить? Как-то высушить можно. Давай вздремнем немного. Бейсбольную биту можно из рук убрать. И отправимся на следующий уровень. Потому что мне интересно, что там есть. Тем более, можно выполнить задание. Я думаю, что мы за него что-нибудь получим. Слушайте, а вот еще есть дом Боба. Смотрите, он золото покупает. Всякое барахло. И вот что-то там алмаз за соточку ни хрена себе. Ну, золото хотя бы, да, можно продать. Я же нашел парочку. Ну, посмотрим. А что у меня здесь, кстати? Ну-ка, подожди. У меня здесь готово, типа? Да, надо собирать. А то я опять сейчас упущу этот вопрос. Оно все свысохнет. И вот это будет действительно грустно. Ладно, пойдем сюда. Да, я не знаю, капустный суп там есть или нет, но у меня есть 6 капусты. Воду я скидываю сюда. Короче, я, конечно, совершаю много лишних движений. Я это прекрасно осознаю. Но, блин, сорян, я чего-то не знаю. Я сейчас прямо с вами пытаюсь в этом разобраться. Я думаю, что сейчас попробуем с вами скинуть сюда пропуск. И опуститься ниже. Максимально, да? Ну, как максимально? Уровень 1. Так, и что? Мы поехали на него. Все, замечательно, отправляемся. Я пока воткнул паузу. Хочу осмотреться. Вижу грибы как минимум. Вот раз, два. Мне надо восемь, да? Вот здесь вижу пропуск, походу. И вот еще много грибов. Как сюда залезать, я не понял, да? То есть здесь каких-то проходиков-то не очень-то и много. Отсюда что-то ящик. Отлично. Здесь грибы, грибы. И что еще? А как сюда-то попасть? Здесь летучая мышь. Я могу здесь проходить вообще или не могу? Я без понятия. Нашел также интересную вещицу. Непонятно, что это, но мы разберемся. И вот здесь что-то есть. А это что? Проход. Замечательно. Интересно, куда он ведет. А, так он может быть куда-то сюда и ведет, кстати, да? Ну, как вариант. Давайте подойдем сюда и посмотрим, что здесь есть. Нам нужно пытаться разобраться с этой историей. Здесь есть куча всего интересного. Ну, относительно кучи. Железная руда. Мы это все берем. Что ты такое? Давай смотреть. Добывающая машина. Мне нужно топливо. И она нам что-то добудет вот сюда. Это интересно, кстати. Это интересно. Давайте попробуем разобраться тогда вот с этим проходом. Бейсбольную биту на всякий случай достанем. Куда нас этот проход ведет? Это, наверное, по примеру леса работает, да? Соответственно. Мы вот заходим. И с вами должны куда-то попасть. Ну-ка, смотрим. А, так это дядька здесь живет. Ну и что? Давай посмотрим, что ты скажешь. О, выживальщик, здравствуй. Прости, что я тогда так рано ушел. Мне нужно было кое-что проверить. Большое спасибо за починку лифта. Это огромное что-то там. Нынче вся техника ломается. Вот, например, это радио. Оно даже не включается. Хочешь забрать его? Мне оно все равно не нужно. Ну, давай заберем. Давай, давай, конечно же. Плюс радио. Замечательно. Еще на стене висит телефон. Он тоже сломанный. Можешь забрать его, если хочешь. Итак, что тебя сюда привело? Скажем так. Я пришел полюбоваться достопримечательностями. Ладно, раз уж ты здесь, то не мог бы ты поискать мою куртку. Я потерял ее где-то в шахте. Она красно-белая, немного грязная, но к ней сильно я привязан. А еще она теплая. Здесь очень это важно. Ясно, без проблем поищу твою куртку, буду держать в курсе. Так, что это еще? Ты, главное, помни, что внизу нужно сохранять длительность. В шахте много бродяг, кое-какие организмы. Они, ну знаешь, двигаются, кусаются, царапаются, утаскивают твое беспомощное тельце в... Ладно, ладно, хватит, я буду осторожен. Короче, он нам говорит, что не все так хорошо. А где телефон? Вот это что такое? Плакаты. Осмотреть ладно? Я не вижу, где висит телефон, дружище. Ну-ка, покажи. А, вот гребаный телефон. Давай взять. Я просто на паузу даже поставил, не мог найти что-то этот квест. Опа! А вот это можно мне, вот, дружище? Привет, Боб, я тут ищу книгу специфической тематики. Может, у тебя есть такая в библиотеке? Ого, давненько я никому не помогал с такими просьбами. Выкладывай. А, я ищу книгу с информацией о ядерной войне и ее последствиях. Не роман, а какой-нибудь научпоп. Не для друга. А, весьма серьезная область исследования. Ну да ладно, думаю, у тебя для меня кое-что найдется. Защита от радиоактивных осадков. Ну, такие, точнее, наоборот, у него найдется для меня. Все, что нужно знать о ядерных ударах. Правительственная брошюра начала 60-х годов. Очень познавательно, а посмотри, какие иллюстрации. Так красиво, что аж хочется, чтобы тебя разбомбили. Отлично. Похоже, что это то, что мне нужно. Спасибо, Боб. Вот мы с вами и получили то, что нам реально надо. Ну все, Боба пока что покидаем. Я думаю, что нам бы вообще отправиться домой с вами по-хорошему. Потому что время поджимает. А потом мы должны будем принести сюда топливо. Время уже дохренища. Я предлагаю, нет, погоди, а как мне вернуться? Вот, вход, я так понимаю, мне надо нажать. И мы с вами отправимся наверх. Короче, здесь нужно топливо, здесь нужно добывать грибы. Здесь нужно находить куртку, черт возьми. И дел у нас охренительно много. Давайте-ка сразу выполним задание Минитмена. Дружище, 60 баксов сюда, пожалуйста. И я так понимаю, что мы с ним подружились. И плюс еще он нас теперь просит добыть что-то там, счетчик Гейгера. Я тебя понял. Ну мы ждем доставку денег. В любом случае, биту можно бейсбольную убрать. Что нас теперь ожидает? Пока что непонятно. У нас есть суп, чтобы перекусить. Наверное, я должен что-то скинуть. Я же что-то подобрал. Да, вот эту штуку, короче, с собой носить не надо, как я понимаю. Или надо. Я не очень понял. Действительно, если честно. Посмотрим. Попробуем без нее. Если что, придется, конечно же, вернуться. Сейчас макулатуру я скину вот сюда. С телефоном надо посмотреть, что делать. Я думаю, что это надо разбирать. Да, слушайте, металл, электроника. Очень много всего интересного. Еще золото. Это пускай тоже здесь полежит. Давайте тогда попробуем разобрать, потому что мне это все, если честно, надо. Плюс пластик. Не знаю насчет пластика пока, куда его приделывать. Но я думаю, что мы найдем ему применение рано или поздно. Вам нужно поспать. Да это я в курсе. Подождите, сейчас я посплю. Давайте мы нажмем вот сюда. Отсюда надо убрать макулатуру. Нахрен ее отсюда вынести, потому что она действительно мне здесь не нужна. Наверное, надо делать ящик здесь около семян. Вот это все мы складываем вместе с камнем. Здесь у нас, в принципе, основные ресурсы. Нам приехало письмо. Давайте сейчас попробуем. Это что такое? Это усталость. Я верю, что ты устал, дружище. Сейчас пойдем спать. Я пойду сейчас прямо спать, наверное. Мы с вами будем ждать уже следующего дня. В следующий день пока не очень понимаю, что я хочу сделать. Как минимум забрать бабло. И как минимум, наверное, снова путешествовать по шахте. Так, новый день. Давайте успеем мы, наверное, еще сегодня что-то поделать. У меня есть суп, я же правильно помню? Или я его съел? Не, я его не ел. Вот теперь я его съем. Замечательно. Письмо и что-то еще. Давайте смотреть. Так, мне нужна пауза, если можно, пожалуйста. Вот мне очень хватает того, что... Ну, не хватает, точнее, того, что я не могу с помощью пробела паузу ставить. Вообще неудобно. Так, читать хочу. Можно мне его прочитать? Каким-то образом? Читать. Ну? И почему ты не читаешь нахрен? Ну-ка, сейчас. Еще раз попробуем. Не знаю, нихрена не работает. Я не понимаю, почему. Блин, кто бы мне объяснил, почему он не читает эти гребаные письма? Потому что я уже не знаю, если честно. Так, нам воду включили, да, или нет? Ну, вроде включили. Ой, это что это я сделал? Черт возьми, я поднял гребаную плиту. Ну, дружище, поставь ее нахрен на место, пожалуйста. Почему-то у меня какая-то кнопка горит, типа, все поднимать. Я вообще это не планировал делать. Так, давай-ка вернемся на базу, потому что без плиты нас точно спалят. Короче, я понял, я случайно кнопку Alt нажал, а после этого это работает таким образом, что ты, типа, поднимаешь все предметы, и вот теперь я все расставляю на место. Все, теперь нормально. Так, у меня по идее беда, да? То есть, давай смотреть сюда. У нас есть еще 4 морковки, этого не хватает. А какие варианты у нас есть еще? Овощной суп, 2 морковки, 1 свекла, 1 капуста. Смотрим, 2 морковки, 1 свекла, то есть на 2 таких супа, да? Давай делать. Давай делать, вода у нас присутствует. Нам сейчас это нужно, потому что есть просто уже нечего. Вот я не знаю, я только проснулся, а он уже спать хочет, сволочь такая. Ну, что ж ты за козел-то, а? Мне бы вот пойти сейчас шахтой заниматься, а ты сам понимаешь, да, что делаешь. Так, давайте-ка мы для начала закажем у нашего кореша немножечко металла, да? Потому что деньги у нас появились, у нас 67. И даже, наверное, давайте вот так вот на 20-ку. Итого это 5, блин, я не помню. Короче, давайте возьмем побольше, да, на всякий случай. Вот таким вот образом. Много не мало, по-любому пригодится. Так, суп я съем попозже. Сходить ли мне за ягодами, хороший вопрос. У меня вообще еще оставались же вроде какие-то ягоды. Я сейчас не хочу просто суп тратить. Я думаю, что он мне еще пригодится, поэтому съем ягоды. Не уверен, что они вообще доживут, потому что они что-то в красной рамке были. Может быть, это означает, что они скоро испортятся. Значит так. Сейчас мы с вами вздремнем, чтобы выжимаемость не падала. И отправляемся дальше разведывать. Давайте протестируем. Мы возьмем с вами 2 топлива и попробуем включить эту машину, да? Потому что идея, мне кажется, хорошая. Мне кажется, просто отличная идея. Сегодня у нас все время будет выдано на шахту. Ибо я пока что не вижу смысла, наверное, в лес отправляться. А вот шахта штука интересная. Вот мне теперь интересно. Давайте посмотрим. Я могу просто нажать уровень 1? Да, я могу нажимать. То есть мне это с собой носить не надо. Короче, я так понял, что мне просто нужно эту бумажку заиметь, так сказать, да? И после чего уже мы с вами сможем что-то сделать. Так, здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Нам нужно вот сюда. И заполнить топливо. Могу еще раз? Да, вот мы заполнили. Короче, потом мы сюда придем и соберем плоды нашей деятельности. Давайте отправляться вниз, потому что мне нужны еще грибы. Сколько мне надо грибов? 8 штук. Ну хорошо. Мы включаем кнопочку Q, потому что бейсбольная бита здесь как никогда актуальна. Ну бери, дружище, что ты тупишь-то? Это один гриб. Это печально, что он только один. Я думал, что будет больше. Так, путь заблокирован. Копать. И что? Тут не обойтись без кирки. Боб их продает. А, вот оно что? Вот оно как, да? Интересный раскладец. Слушайте, а я могу прямо сейчас у него интересно купить? Непонятно. Непонятно, могу ли я, ну давайте попробуем. Торговать. Смотрим. Да, вот она, кирка 26. Блин, дохренища. Дохренища, но мне надо по-любому. Я, в принципе, могу даже рецепты ее узнать потом и сам ее скрафтить. Если разобрать. Но сейчас я, наверное, не буду ее разбирать, да? Вы же понимаете, о чем я. Давай, дружище, отправляйся вниз. Нас ждут великие дела. Я надеюсь, что мы сегодня что-то еще с вами интересненькое успеем сделать. Копать. Можем теперь копать? Тут не обойтись без кирки. Короче, я понял. Тебе обязательно, чтобы я тебе кирку засунул в руку, да? Я так понимаю, что вот сюда. Так. И как менять? Вот, менять с помощью Q. Давай, хреначь, дружище. Все, и нам еще камень какой-то дали. Так, меняем на бейсбольную биту той же кнопкой. Даем в щи вот этой летучей мыши. Пытаемся пройти вниз, потому что здесь что-то нас ожидало, да, вроде? А, здесь пропуск нас ожидал. Надо ли камень? Слушайте, камня достаточно, по-моему. Пока что нет смысла борщить. Давайте пойдем вот сюда, посмотрим, кто здесь. Ну, здесь крысы. Я не думаю, что прямо я могу умереть от них, но вроде такая возможность все-таки имеется, да? Еще будет или все? Давайте промотаем. Давай вот эту бить сначала. Хорошо, что он бьет всех сразу. И надо бить на первую, я так понимаю, тогда все становится нормально у нас. Плохо, что с них ничего не падает. Вот что, печально? Ну, бери, давай, дружище. Что ты тупишь? Отлично, все, пропуск есть. Что дальше-то делать? Как попасть вот сюда? Я пока так и не понял. Так, я понял, что здесь очередные две летучие мыши. Мы сейчас их убьем и посмотрим, что внизу. Я не понимаю, там есть что-то или нету ничего. Мне нужна какая-то гребанная лампочка. О, здесь есть сундук. Сундук, это хорошо. Сундук мы откроем и посмотрим, что там лежит. Давай, смотрим. О, здесь есть нож. Основной инструмент каждого выживальщика, согласен. Короче, здесь много всего интересного. Я думаю, что мы берем. И может быть, даже можно топливо какое-то влить, например, часть. Давайте еще вниз попробуем. Я думаю, что мы успеваем сегодня. Я здесь нашел вот такую вот штуку, но я очень понимаю, как сюда попасть. А, ну просто спуститься, да? Ну, только единственное, что я нихрена не вижу. Блин, не бей меня, гребаная мышь. Ну-ка, давай попробуем интуитивно сделать вот так вот. Да, вроде я попадаю. Но не очень хорошо получилось, к сожалению. Но думаю, что мы выживем. Я надеюсь на это. Да, вроде выживаем. Здесь нам надо опять копать. И я хочу это сделать прямо сейчас. Я подсобрал еще грибов. Не знаю, сколько у меня есть. Но, в принципе, это можно посмотреть, на самом деле. Вот, у меня уже восемь. Но я думаю, что надо брать еще. Может быть, она их покупает, да? То есть, раз уж мы тут. И тем более, весят-то они немного, скорее всего. Ну-ка, сколько весит-то вообще? 71 веса у нас уже. Нормально, нормально. Но мы, по крайней мере, вот сюда пробрались. И, конечно, нас интересует вот этот ящик. То есть, получается, я все здесь собрал, да? Здесь я был. Здесь я все прошел сейчас. Вот оно как получается. Просто не было света. Ох ты, нихрена себе здесь топливо. Взять все. Блин, а я все не могу взять. Я все, к сожалению, взять не могу. И это грустно. Мне придется подниматься вверх. Я, конечно, не уверен. Но я хочу заправить еще машину. Потому что, если она нам добывает что-то, то это классно. Ну-ка, что-то есть уже или нету? Да, смотрите, есть железная руда. Есть камень. Отлично. Можно не тратить время на то, чтобы его таскать. Все. Мы, наверное, хотим вернуться, получается, да? Да, мы, наверное, пока хотим. Я не знаю, на уровень 2. Да нет, надо. Какой вход у меня? Сейчас я просто упаду в обморок, и этим все закончится. Мне тут приехал металл. Весь я взять не могу. Так, во-первых, у меня есть суп, да, по-моему. Я же правильно помню? Нет. Нет, есть. Все первое. Да. А это что такое? О, крысятина, кстати, упала. Это, наверное, нам надо в холодильник убрать, иначе нахрен сейчас испортится. Воду, кстати, будем тоже собирать потихонечку. Что-то надо с семенами решать, пока не очень понятно, потому что слишком мало у нас семян в принципе. Так, воду я собрал, да? Или не собрал? Подожди, не понял. А, она еще не готова. Слишком тяжело. Все, вопросов нет. Хорошо, сейчас все скинем. Вот это сюда перекидываем. Это тоже сюда. А то мало ли они нахрен испортятся. Так, что у меня еще в карманах? Погоди, дружище. Я начинаю вот путаться в этих менюшках, ножи, всякая фигня. Давай это относить, потому что иначе никак. Срочно бежим спать. Срочно прямо бежим спать, потому что я сейчас упаду в оморок. Мне кажется, я потерял сознание. Ну, е-мое, ну а что делать теперь? Теперь я так понимаю, что я очнусь через некоторое время, вот без сознания, 8 часов. И это, на самом деле, очень плохо. Это очень плохо, потому что так быть не должно. Но у нас тем временем наступает новый день, в любом случае, так или иначе. Я так понимаю, что мне теперь что-то нужно делать, чтобы привести себя в порядок. Блин, это очень плохо, что так получилось напоследок. Я, конечно, такого расклада не ожидал. Но, что есть, то есть. Как говорится, как говорит подсказка, готовьтесь к худшему. Да, вот видите, что-то у меня здесь вот такое вот теперь горит. И это мне не нравится. Ну что ж, я думаю, на этой замечательной ноте, точнее даже не очень замечательной, я предлагаю эту серию завершить. Как раз после сна нас сохранили. Там есть газета, там есть все, что нам надо. Металл, здесь что-то куча всего, надо с этим разбираться. А мы что-то ничего не успеваем. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.